И в нефть и в газ Россия поставила рекорд по добыче углеводородов. Россия достигла рекордных показателей в энергетической сфере. В прошлом году было добыто 556 миллионов тонн нефти и 725 миллиардов кубометров газа. Такие данные на встрече с президентом Владимиром Путиным представил министр энергетики Александр Навак. По его словам, ТЭК формирует 25% волового внутреннего продукта и почти 45% доходов федерального бюджета. Глава государства обратил внимание министра на необходимость продолжать газификацию страны, уровень которой пока составляет 68,5%. Максимальная добыча все отрасли энергетического сектора России достигли рекордных производственных показателей и обеспечили наращивание экспортного потенциала, проинформировал президента Владимира Путина министр энергетики Александр Навак. Жиженный и перспективный. Россия делает ставку на СПК. Дмитрий Медведев заявил о необходимости развития мощностей для увеличения доли РФ на рынке газа. В нефтяной отрасли мы в 2018 году по итогам года добыли 556 миллионов тонн нефти. Это на 10 миллионов тонн больше, чем в 2017 году. Прирост составил 1,6%. Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русская, Тогульская, Куимбинская, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил министр. В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче 725 миллиардов кубометров газа добыта. Это составляет примерно 5-процентный прирост к 2017 году. Прилично отреагировал Владимир Путин. Растет также и экспорт. Поставки за границу увеличились на 20 миллиардов кубометров газа, составив почти 225 миллиардов кубометров. Александр Навак отметил, что экспорт по трубопроводам вырос на 4,1%, а поставки жиженного газа благодаря воду мощностей завода Ямал-СПК увеличились на 70% и составили почти 26 миллиардов кубометров. Надо не забывать, мы с «Газпромом» говорили уже много раз на этот счет про газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами, напомнил глава государства. В 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5%, прирост составил полпроцента, доложил министр энергетики. По его данным, газифицированы 500 котельных, населенные пункты и отдельные дома. Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учетом развития магистральной инфраструктуры. И по вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса, добавил глава Минэнерго. О сетевое хозяйство, уточнил президент, объемы выработки электроэнергии в 2018 году выросли на 1,6%. Темпы потребления выше 1%. Это говорит о появлении новых потребителей и производств, пояснил Александр Навак. В 2018 году было добыто 433 миллиона тонн угля, сообщил министр. По его словам, ключевым событием для угольной отрасли стало заседание президентской комиссии по ТЭК в Кемерово, за которым последовало решение о выделении 1,5 триллиона рублей на развитие угольной отрасли и портовой инфраструктуры. Нужно то, о чем мы в Кемерово договаривались, окончательно сформировать, сформулировать в качестве поручений вместе с администрацией президента и реализовывать. Я помню прекрасно озабоченности, связанные с возможностью переразмеренности отрасли, с возможностью переразмеренности сетевого хозяйства в этой связи. Но все-таки нужно понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объеме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитии железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям, сказал Владимир Путин. Отдача от инвестиций президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин пояснил известием, что рост добычи обусловлен в том числе отдачей, которую получили нефтяники от сделанных ранее инвестиций в разработку новых месторождений. Рынок северный, Россия будет развивать проекты в Арктике, поставки с ЭПК могут принести бюджету 30 миллиардов долларов, особенно в прошлом году прибавили в добыче Роснефть и Газпромнефть, отметил эксперт. По его словам, показатели в этом году будут зависеть от нового заключенного соглашения с ОПЕК, ограничивающего объемы добычи нефти. Но инвестиции, сделанные нефтяниками в предыдущие периоды, снова сыграют положительную роль. Они позволят российским нефтяным компаниям еще в течение нескольких лет увеличивать добычу черного золота, добавил эксперт. Успехи России в экспорте газа также закономерны, считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Российский трубопроводный газ на европейском направлении выигрывает по цене в сравнении с поставками из других стран, а потребности Европы в газе растут, собственная добыча неуклонно снижается, кроме того, постепенно выводятся из эксплуатации неэкологичные угольные электростанции, пояснил он известием. По мнению эксперта, эта тенденция сохранится и в 2019 году, поэтому России по силам установить новый экспортный рекорд. Помешать этому, по его словам, может только более теплая погода, которая снизит потребление голубого топлива. На встрече с президентом Александр Навак доложил также о работе ТЭК в осенне-зимний период. По его словам, зафиксировано снижение аварийности в электрических сетях на 5%, в генерирующем комплексе на 15%. Особое внимание, по словам министра, ведомство уделяет таким регионам, как Крым, Калининград, Якутия, Дальний Восток, Сибирь. Сейчас все идет в штатном режиме, заверил Владимира Путина глава Минэнерго.